Продолжение следует... Вот, чтобы вы ответили на утверждение, что эти зрители поступили так, потому что узнали на экране себя. Вот это интересный момент – узнали на экране себя. То есть, давайте сейчас, остановив эту интересную беседу, подумаем. Если человек увидел на экране себя, и его это расстроило, то есть, как бы он увидел себя в зеркале, а что он увидел на экране? На экране он увидел грязь. Нет тех самых белых рубах с вышивками, которые, как показывает история, всегда в русских землях были. Не увидел того света, который всегда наши предки боготворили, к которому очень относились хорошо. Потому что, ведь слово «русь» означает «светлый», и это и в санскрите означает «светлый», с несколькими дополнениями. И есть поговорка «поставить на Русь», то есть поставить на свет «русый», «русаль», то есть всё светлое вмещающее и так далее и тому подобное. То есть, если там, в этом фильме, показаны грязные, нечесанные люди, без обережной символики, которая дошла к нам из глубины веков, без почитания Солнца, а показаны убийцы грязные, которые валяются в грязи, которые режут всех подряд, которые умываются кровью, приносят жертвы кровавые и так далее и тому подобное, в этом случае мне хотят сказать, что это моё отражение. Но позвольте, я о своих предках знаю несколько иную информацию, да и я сам так не живу. Мне никогда в голову не придёт кого-то убивать и его кровь себе на лицо мазать. Мне никогда не придёт в голову приносить животное и на каком-то священном месте бросать его в ров. Мне никогда не придёт в голову обратиться к тем так называемым волхвам, которые показаны в фильме. Какие-то худощавые, с закатными глазами, истерически бьющиеся в каком-то таком экстазном, непонятном, медитативном состоянии. Я не могу принять, что это мои предки. И я не вижу себя в этом отражении. Я не веду так, как они. И мои предки, которых я знал, они себе так же не вели. И, надеюсь, мои дети так же себя не будут вести. Просто генетически мне это не свойственно. Просто генетически это далеко от меня. Почему мне пытаются рассказать, что этот фильм является вашим зеркалом? И то, что зеркало не виновата, если рожа кривовата. А если это специально искажённое зеркало, и мне кто-то доказывает, что зеркало всё-таки прямое, я тоже в это должен верить? Но как-то меня это несколько смущает. Давайте дальше послушаем. Опять идёт реклама. Останавливаю громкость. Вот поэтому, на мой взгляд, здесь идёт разговор с точки зрения того, что надо что-то сказать. Ведь столь уважаемые люди просто так ничего случайно не говорят. Они уверены в своей правоте. И, может быть, говорят искренне. Я этого не исключаю. Но тогда их искренне строится на представлениях отличных от моего представления. Их осведомлённость отличается от того ведания, которым обладаю я, и обладают многие люди, которые недовольны этим зрелищем. Ну, и так послушаем. Ну, вполне возможно. Дело в том, что вот та зрительница, которая написала конкретное обращение, да, сейчас заявление в прокуратуру в Саратове принято к исполнению, сейчас проверка идёт прокурорская по факту экстремизма, который, значит, фильм в себе содержит. Не могло не привлечь наше внимание. Просто Львов говорит, ну что за человек, который вот так вот прошило, просто вот дышать не может, видно, так не нравится кино. Ну, вот просто в интернете беседе. Послушайте, много лет тому назад, когда я вместе с Софилом Донахи сделал телемост, мы, значит, программу, я получил более 77 тысяч писем от наших зрителей. И там было два лейтмотива. Первое – это, уважаемый товарищ Познер, где вы нашли тех дураков, которые были в вашей студии? Вот если бы вы меня пригласили, я бы, ну ладно, это так. Но второе было очень интересно. Второе такое. Я увидел своё лицо, и оно мне не понравилось. Спасибо. Вот опять идёт сравнение с лицом. Почему именно сравнивает здесь автор, ведущий, то, что было в советские времена, или то, что было показано во время перестройки, когда многие поверили в западные ценности, и боготворили эти западные ценности, и им рассказывали, как на Западе хорошо живётся. И люди были просто в очередной раз одурачены. Мы можем вспомнить перестройщенные все дела, вот эти моменты, связанные с разрушением всего того, что связано с советским, с распродажей за копейки заводов, даже в убыток себе, с разговорами о том, что, ну, вымрут 20 миллионов, вымрут 40 миллионов, новые народятся. Это всё было. Промышленность была развалена. Многие говорили, да нам не нужна военная техника, нам нужны сковородки, чайники. Вот на Западе всё это и есть, давайте мы сделаем то же самое. С нами никто воевать не собирается. К нам поставляют водки, ножки бушек, нам поставляют спирт, роял, у нас появилась техника, у нас появились шмотки. Вот за это купили людей. И люди многие посчитали, что ценности Советского Союза и устои жизни, они очень плохи и очень примитивны. И многим на первом этапе стало страшно, что они в этом жили. Они ведь искренне поверили, что это было так. И в данном случае Владимир Познер указывает на то, что вот, да, кому-то стало стыдно. Вполне возможно, кто-то искренне поверил в ценности. Но мне хотелось бы взглянуть на этого человека сейчас, чтобы он сказал спустя столько лет после того времени, после того телемоста с Америкой, так ли сейчас, как он представлял себе в те времена, все ли нужно было делать так, как нам говорили с Запада. есть ли в этом какая-то прелесть, есть ли в этом какой-то смысл. Вот я несколько сомневаюсь, что если бы сейчас я встретил того человека и задал бы вопрос, а ты сейчас бы сказал те слова, которые тогда на теле мосту сказал, я сомневаюсь, что бы он ответил, если, конечно, этот человек был бы разумный. Так что как-то вот связь о том, опять же, с зеркалом, в котором мы узнали себя, таких плохих, как-то у меня, честно говоря, не вяжется. Не тот это вариант. Не подходит, на мой взгляд. Не тот пример. Ну да ладно. Смотрим дальше. Здесь еще можно немного послушать, и потом я прекращу и перейду к другим материалам. Если мне сообщают новости, слева, справа, середины, объективно, каждый, но с разными толкованиями, я и это смотрю, и это, и это, и у меня возникает ощущение на основании каких-то знаний. Простейший. Есть один текст, который современной наукой, медиевистикой, наукой Средневековья признается единственным адекватным. Вот поиск временных лет. Есть знаменитое высказывание, которое цитируют современные, скажем так, любители языческого прошлого о крещении железной кровью миллионных погибших и так далее. Этот текст базируется на цитате, приведенной историком XVIII века, Татищевым, как текст не сохранился, тот, на который он ссылается сам. И он единственный, кто остался. Скорее всего, он цитирует знаменитое выражение латинское о лечении железной крови только в польской транскрипции «Огнем и мечем». Да. Вот, в принципе, на это можно и заканчивать просмотр. Потому что, во-первых, мы убедились в том, что повесть временных лет не может являться первичным источником, поскольку там очень много пропусков и даже были некие редакции, когда что-то оттуда удалялось и что-то правилось, и что-то вкладывалось. Дальше первого источника, на который здесь ссылается Анатолий Максимов, тоже никто в глаза не видел. Вот. И тем более идти как-то вот таким суворовским путем через Альпы, чтобы через Польшу вернуть в Россию вот это высказывание, это тоже не совсем правильно. Я думаю, что здесь нам поможет такой интересный интересный сборник, называемый «Православная инквизиция на Руси». Вот, например, из соборного уложения 1649 года, глава первая. О богохульниках и о церковных мятежниках. Будет кто иноверцы, какие-нибудь веры, или и русский человек возложит холу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождющую Его предчистую владычицу нашу Богородицу, и приз на Деву Марию, или на честный крест, или на святых Его угодников, и про то сыскавати всякими сысками накрепко, да будет сыщица про то допрямо, и того богохульника облучив, обличив, казните, сжечь. 1649 год, 17 век. Смотрите, в 17 веке сохраняется инквизиция, которая очень схожа с описанием испанской инквизиции, но это соборное вложение, которое было в России. В Древней Руси видовские процессы возникли уже в 11 веке, вскоре после утверждения христианства. Расследованием этих дел занимались церковные власти. В древнейшем юридическом памятнике уставе князя Владимира о церковных судах ведовство, чародейство, волхование отнесено к числу дел, которые разбирала и судила православная церковь. В памятнике 12 века слово о злых дусиях, составленном митрополитом Кириллом, также говорится о необходимости наказания ведьм и колдунов церковным судом. И дальше здесь приводится очень много моментов, где православная инкведиция как себя проявляла. Например, в 13 веке методы распразнавания ведьм и чародеев огнем холодной водой, путем взвешивания, протыкания бородавок и так далее вполне церковники считали колдунами или чародеями тех, кто не тонул в воде и оставался на ее поверхности, но затем убедившись, что большинство обвиняемых не умели плавать и быстро тонули, изменили тактику, виновными стали признавать тех, кто не мог держаться на воде. Для распространения истины широко применяли такие, по примеру испанских инквизиторов, испытания холодной водой, которые капали на головы обвиняемых. Особой праведной строгостью отличился новгородский архиерей Лука Жидята, шивший в XI веке. Как отмечает летописец, сей мучитель резал головы и бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям. Холопу Дудику, не угодившему чем-то своему феодалу, по приказанию Луки Жидяты отрезали нос и обе руки. В летописи за 1227 год говорится о казни четырех волхвов, которых сначала доставили на двор архиепископа, а затем придали огню. Около того же времени в Смоленске духовенство требовало казнить монаха Авраамия, обвиняя его в ересе и чтении запретных книг, предложенные виды казни пригвоздить к стене и поджечь или утопить. В 1284 году русской кормчей книге сборники церковных и светских законов появляется мрачный закон. Если кто будет еретическое писание у себя держать и волхованию его веровать, со всеми еретиками да будут проклят, а книги те на голове его сжечь. Видимо, следуя данному закону, в 1490 году новгородский архиепископ Геннадий велел сжечь на головах осужденных еретиков берестяные грамоты. Двое наказанных сошли с ума и умерли. Архиепископ Геннадий же причисленный к лику святых за свое непоколебимое состояние, за нашу святую веру православную и так далее. Здесь много-много есть примеров, которые не выдуманы, а которые взяты из реальных писаний. Поэтому, когда говорят, что крещение огнем и мечом это какие-то выдумки или неточный перевод, или что-то иносказательное, то давайте-ка мы будем обращаться к правде. К правде, которая не у каких-то современных выдумщиков родилась в голове, а та, которая описана в писаниях православной инквизиции, в сборной, в соборе уложений и так далее и тому подобное. Что же касаемо изменений истории. Вот здесь надо нам обратить внимание еще на один очень интересный труд, который называется «Слово о законе и благодати митрополита Илариона» или «Как христиане занимаются заменой понятий». Вот такая статья. Прежде чем перейти к тексту «Слово о законе и благодати», маленькое вступление. Христианские богословы утверждают, что христианство именем православия существует более тысячи лет, ссылаясь на этот документ, который датируется 1037-1050 годом. Здесь приводится оригинал текста и его перевод. И тут есть любопытные места. Некоторые слова заменены. Первое, что бросается, это то, что Иларион называет Каганом князя Владимира. Вот это место. Давайте его посмотрим. В переводе звучит так. «О законе, данном Моисеем, и о благодати, и истины, явленной Иисусом Христом, и как закон миновал, а благодать и истина наполнила всю землю, и вера распространилась во всех народах вплоть до нашего народа русского, и похвала великому князю нашему Владимиру, коим мы были крещены, и молитва к Богу от нашей земли». Ну, во-первых, здесь о законе, данном Моисеем, изначально меня несколько смутило, и о благодати и истины, явленной Иисусом Христом. То есть все-таки законы Моисеева, а Моисей это, или Мойш, или Мошах, это все-таки из Ветхого Завета персонаж. Так в оригинале там было написано «И похвала Кагану нашему Владимиру». Так что задаемся вопросом, а кому было интересно заменить слово «Каган» на слово «Великий князь». Ведь до этого, если мы чуть-чуть вернемся назад, Святослав, которого называют отцом Владимира Крестителя, незадолго, буквально, за несколько десятилетий до того, как он стал княжить и крестил Русь, он разбил Хазарский Каганат. Каганами себя называли управители этого Каганата, поэтому Каганатом то и назывался. Русь Каганатом не была. В Руси были князья. И то, что Владимир, вернувшись на престол Киев после убийства братьев, называет себя Каганом, у меня лично вызывает некоторое удивление. Представьте себе, закончилась Вторая мировая война, ну или хотя бы Великая Отечественная война, 45-й год. Вторая мировая война еще продолжается, предстоит дальневосточная операция, война с Японией, но закончилась Вторая мировая для, как Великая Отечественная, 45-й год, мая месяц. И вот вдруг Иосиф Иларионович выходит на трибуну и говорит, с этого момента после одержания победы над злейшим врагом мы теперь будем называть себя и все наше на немецкий манер Бундестаг, Бундесвер, Канцлер и так далее и тому подобное. Переименуем все наши улицы, штрассы, переименуем наши города в Бурге, например, или еще как-то. Не вообще будем вводить немецкую грамматику. Вот такого я себе представить не могу. И вызывает удивление, а по каким причинам князь Владимир, занявший престол после убийства братьев в Киеве называет себя Каганом и почему он как Каган здесь представлен? Но это вопрос так пока остается без ответа. Итак, нам в переводе Каган заменили на великий князь и термин правоверия встречающийся два раза заменен православием. Давайте посмотрим это место. Вот как здесь написано в переводе Доброе свидетельство Твоего облаженной благочестия Святая Церковь Пресвятой Благородицы Марии, которую возвиг Ты на православном основании и где и поныне мужественное тело Твое лежит, ожидая архангельской трубы. Вот мы можем посмотреть, что в оригинале в переводе не в переводе а в оригинале Южи Сезда на правоверной основе то есть не православной а правоверной основе или основании. Смотрим второе место где употребляется правоверие. Второе место говорит о следующем Исповедую же и семь соборов православных святых отцов и тех кто извергнуты ими. Веруй же в семь собора правоверных святых отеца. То есть здесь мы видим также замена. Но есть термин православная вера. И вот указание. Если нажать по этой ссылочке то откроется это место где упоминается слово православие. Итак все страны грады и народы чтут и славят каждое своего учителя коим научное православное вере. То есть у каждого народа есть учителя которые обучают православной вере. Не то что это христиане не то что это какие-то язычники а у каждого народа есть своя православная вера. Все страны грады и народы чтут и славят каждое своего учителя коим научно православной вере. Скорее всего такой был посыл но что из этого дальше получилось мы видим. Итак это слово о законе и богодати митрополита Илариона. Здесь дальше идет разбор в этой статье толкования слова православия правоверия получается что если эквивалент с латинского равноценный это ортодоксия с греческого правоверия правильное знание строгое следование кому-либо или какому-либо учению то есть получается что православие равно правоверию судя по всему а правоверие это ортодоксия но мы знаем что есть ортодоксальные иудеи ортодоксальные мусульмане и получать, что ортодоксальные иудеи и ортодоксальные мусульмане – это православные иудеи и православные мусульмане. Попробуйте кому-то из иудеев или мусульман сказать, что ты являешься православным иудеем, а ты являешься православным мусульманином. Так что как-то не совсем вяжется, и словари многие известны, они были подправлены. И неоднократно тот же самый знаменитый словарь Даля, если взять современное его издание и первое, во-первых, и объемом, и написанным в нем, и пояснениями они сильно будут отличаться. В общем, кому необходимо дальше познать, к этой статье обращаю слово о законе благодати митрополита Иллариона. Здесь дальше рассматривается, что такое Каган, кто был отцом Владимира. И потихоньку мы доходим до момента очень интересного вообще, как летопись-то преподносит того же Владимира. Но прежде чем продолжить это, я хочу дать возможность посмотреть небольшой кусочек разбора фильма «Викинг», который представлен на одном канале. Внимание, обзоры предназначены для адекватных людей старше 21 года в виде, излагая свою точку зрения, который может не совпадать с вашей «Викинг. Невыносимый исторический трэш». Обзор фильма. Просмотрели его на сегодняшний момент 921 980 раз. Понравился обзор 26 тысячам из 186 людям, не понравился всего 5217. Причем не понравился он мог не только с точки зрения того, как излагаются факты, а как это преподносится. Ну, бывает, не нравится иногда формат преподношения, например. Поэтому я думаю, что кто-то мог не нажать как и на плюсик, так и на минусик. И среди тех, кто дал отрицательный ответ, могли быть те люди, которые просто не согласны с подачей. Итак, давайте чуть-чуть посмотрим, о чем здесь идет речь. Фильм, который обошелся в 1 миллиард 225 миллионов рублей. Фильм, который позиционируется исторически достоверным. Фильм, который рекламирует даже баба Дуня, сидящая на молоковозке возле пахоты. Все это «Викинг». Всем привет, меня зовут Илья Бунин. И сегодня разберемся, плох фильм или хорош, достоверен ли он исторически. Какие цели преследовали авторы и вообще, стоит ли его смотреть? Погнали! «Викинг» — это, как говорят авторы, исторически достоверное кино. Режиссером картины стал Андрей Кравчук, автор не самого плохого фильма «Адмирал» и одноименного сериала. Продюсировали «Викинга» Анатолий Максимов и аж сам Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала. Подготовка к съемкам началась в 2009 году, а над сценарием работали аж 7 лет. Подход, со слов авторов, был наисерьезнейший и вообще этот фильм нечто беспрецедентное. На съемках работали консультанты, доктор исторических наук Петрухин и доктор филологических наук Успенский. А сюжет «Викинга» так и вовсе основан на повести временных лет. Так что вроде ничего не предвещало беды, а фильм оказался сборником бед. Уже начиная с позиционирования, у фильма есть проблемы. Журналистам Константин Эрнст говорит одно, что фильм исторически достоверный. «Это подлинная история, непридуманная, а?» А когда фильм показали президенту и Путин немного намекнул на достоверность, то Эрнст сразу добавил, что это художественное произведение. И ладно бы авторы уже просто балаболили, это обычное дело, так делают, чтобы как можно больше людей затащить на фильм. Впаривая одной целевой аудиторией, что это художественный фильм со своим чисто авторским видением, а другой, что это исторически достоверный фильм. Здесь все понятно, хотя сам ненавижу, когда авторы обманывают. Я читал сотни пресс-китов, как отечественных, так и зарубежных, и все всегда приукрашивают. Рассказывают, какой у них уникальный и неповторимый, достоверный или супер-фантастический фильм. Но, но в отношении Викинга все не так однозначно не только в прессе и рекламе. Авторы и снимали картину непонятно как. Сейчас все вам разложу по полочкам. Десять минуты. Я не буду дальше смотреть, потому что кто захочет, тот полностью посмотрит этот обзор фильма. Мне просто хочется обратить внимание. Итак, 921 тысяча просмотров – это только один обзор. Если вы наберете обзор фильма «Викинг», то вы увидите их очень и очень много. И там измеряются десятками и сотнями тысяч просмотров. То есть люди, которые посмотрели эти обзоры, ну, скажем так, уже превысили миллион, как минимум миллион зрителей. И давайте посмотрим, что же творится там в комментариях. Ну, я уже сказал, что 26 тысяч поставили знак «Мне понравилось» и только 5 тысяч поставили «Нет, не понравилось». Это с 14 января. Вот теперь, если особо не вдаваться в прочтение, а мне не хочется вдаваться, потому что много грязи здесь написано, то, в общем-то, все сводится к тому, что человека два или три написали, что это хорошо, а остальные люди, в общем-то, писали, что смотреть это невозможно, что это унижение предков на деньги потомков, что это диверсия против России, что кто-то из иноверцев снял и вообще из иных людей снял фильм о русской истории. Вот, кто-то не пошел на фильм, потому что посмотрел трейлер, кто-то говорит, что это полная фигня и дальше не стесняется в выражениях. Кто-то задает вопрос, а почему фильм назвали «Викинг», кто там «Викинг»? Куча, ну, дальше слова нехорошие не будут говорить, полный согласен с комментарием, фильмы редкостные, дальше это заказной фильм и так далее, и так далее. Например, там даже призыв, что Путин должен был разобраться. Ох, много здесь чего интересного. Вот, нескольких более-менее даже не хвалебных, а указывающих на то, что ну это же правда. Ну это же правда. И вот теперь мы можем перейти к тому, а правда это или не правда. Здесь на глаза мне попался фильм о Ломоносове, «Ломоносов. Пропавшая история». Опять же, полностью смотреть не буду. Здесь интересные моменты, очень интересные, показаны. Выборочно можно так пощелкать, ну вот, к примеру, сороковая секунда. Давайте посмотрим. Ранним утром 4 апреля 1765 года в Петербурге случилась небывалая доселе история. В особняк на Мойке, в сопровождении нескольких солдат, вошел офицер и предъявил хозяевам ордер на обыск с конфискацией, который незамедлительно и безусловно Так, остановочка у нас происходит, скорее всего, на рекламу. Нет. В общем, что здесь понятно, что труды Ломоносова после его смерти вдруг были ни с того ни с сего забраны. Вот здесь я сейчас продолжу просматривать. И были произведены. В результате все бумаги, рукописи, письма, черновики, а также книги, находящиеся в этот момент в доме, увезли в неизвестном направлении. Странно, но первый в истории России обыск с конфискацией бумаг был произведен в доме Ломоносова, причем сразу же после его смерти. Именно тогда появилась еще одна загадка 18 века. Итак, понятно, что после смерти Ломоносова многие его писания были забраны неизвестно куда, неизвестно кем. Давайте посмотрим дальше. Опять же, я даю только маленькие выдержки. Если кому интересно, смотрите и этот фильм полностью. В 19 веке считалось государственной тайной и разглашение чего подводилось под государственное преступление. Какая же крамола могла содержаться в этих рукописях? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо понять, что это были за трубы. Ясно, что не работы по физике или химии. Но тогда что? Дело в том, что, ну как вы знаете сами, значит, архив Ломоносова, естественно, не полностью. На нас дошел непосредственно архив Ломоносова. У нас хранятся три портфеля Ломоносова. То есть это рукописи Ломоносова вот из коллекции Григория Григорьевича Орлова. То есть как они попали? Есть разные версии. Сегодня в архивах сохранилось много автографов ученого. Но в основном это черновики его работ по естественным наукам или литературе. И вот что странно, среди всех этих бумаг нет ни одной рукописи по истории. А ведь историческими трудами Ломоносов занимался 12 лет. Ради этого он даже отказался от обязанностей профессора химии. Результатом работы стало издание краткого российского летописца. А в 1757 году Ломоносов закончил первую часть древней российской истории. В письмах ученого есть упоминания о других его исторических сочинениях. Но ни одно из них до нас не дошло. Исчезли рукописи и все подготовительные материалы к его истории. Видимо, в этих бумагах содержались сведения, которые по тем или иным причинам не хотели предавать огласке. Итак, мы видим, что здесь Ломоносов со своими трудами канул в лету. Остались по химии, по звездам, по каким-то еще работам. А вот все, что связано с древностью, оно куда-то пропало. И теперь нам говорят с экранов о том, что нету ничего, нету рукописей, нету никаких работ. А вы предъявите, а вы покажите. И не учитывая то, что до сих пор есть люди, которые живут так, как описывал, возможно, Ломоносов, а возможно и по устоям, и канонам, и поконам, которые более древние, нежели чем Ломоносов мог описать. Это тоже не берется в расчет. Но всегда в разговоре с людьми, противниками русскости, древности России, всегда можно слышать одно – а вы предъявите. Предъявите книжечки, предъявите писания, дощечки, какие-то там золотые таблички или пергаменты, или что-то еще. Вот тогда мы с вами поговорим. И абсолютно не берется во внимание, что на территории Руси, как и на территории Европы, долгие годы бушевала Инквизиция, где если находили такие таблички, такие письмена, то их сжигали или вместе с человеком, которого находились или отдельно, или они куда-то изымались, или еще что-то. Вот этого внимания не берется абсолютно. Но мы видим, что даже с Ломоносовым поступили так. Давайте посмотрим немножечко еще дальше. Например, вот отсюда. Акты говорят следующее. В 1819 году, через 50 лет после смерти ученого, Академия наук все же опубликовала одну тетрадь ранее неизвестных исторических трудов Ломоносова. Рассуждение о сохранении и размножении российского народа. Издана она была с большими цензурными купюрами. Но и они не помогли. Цензор, давший разрешение на печатание работы, был уволен со службы. А министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын заявил, что эта работа содержит мысли предусудительные, несправедливые, противные православной церкви и оскорбляющие честь нашего духовенства. А потому печатать ее не следует. Министр внутренних дел распорядился, чтобы распространение письма Ломоносова в публике было запрещено. И весь тираж изъяли. Чтобы понять, что могло содержаться в исторических трудах Ломоносова, вспомним еще один факт. Мало кто задумывается, но до этих описываемых событий российской истории, как таковой, попросту не было. Ну, конечно, в монастырях хранились летописи. А Палиха парк. Новый, уникальный по своему формату. Вот такая реклама вставляется, конечно, она немножко выбивает из колеи, но что есть, то есть. Смотрим дальше. В некоторых семьях писались такие семейные хроники, записи. А в губерниях и вовсе истории не интересовались. Науки, истории в России, как таковой, не было. И когда Петр I пригласил в Россию двух немецких ученых Йоганна Готфрида Байера и Герарда Фридриха Миллера, чтобы те написали российскую историю, в нашем научном мире впервые началась ожесточённая война. Следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно постигнуть смысл дел настоящих и устремлять ясный взгляд в будущее. Посему решил представить я в академическую конференцию составленный мной краткий российский летописец. Толь важные по моему размышлению предприятия не терпят. А по моему размышлению сие предприятие не только неважное, доложное и ненужное. Автор сибирской истории академик Миллер. За 10 лет сибирских экспедиций он отыскал и спас от гибели множество старинных рукописей. В сие предприятии, по слухам до меня дошедшим, есть труд не научный, а хвалебный, в коем вы не утруждаете себя доказательствами. Поводом для конфликта послужила диссертация Миллера «Происхождение имени и народа российского». В ней он доказывал, что скандинавы поработили и подчинили славян ещё задолго до призвания на Русь Плюрика. И что даже само слово «Русь» скандинавского происхождения. Ломоносов резко возражал против этого. Миллер и другие немецкие учёные основателями государства российского считали варягов, норманов. А Ломоносов полагал, что это не только безосновательно, но и для россиян оскорбительно. И в своих исторических записках прямо обвинял немцев в фальсификации российской истории. Однако однозначно оценивать этот конфликт, конечно, нельзя. Вот так интересно здесь всё преподается, преподносится. Напоминаю, что это отрывки из фильма «Ломоносов. Пропавшая история». Посмотрите, кому станет интересно. Здесь много комментариев идёт тоже по этому фильму. Что же касается теперь самой истории. Вот теперь мы переходим к третьей части, ещё, наверное, более интересной. А кто ж такой Святослав, кто такой Ярополк, кто такой Олег, Владимир и так далее и тому подобное. Что это за персонажи такие, как они жили, как они существовали. Ну вот, например, «Дни силы. 28 июля. Князь Владимир святой. Почему он крестил Русь?» Интересное такое здесь писание. Рассказывается, что 28 июля память равнопостная князя Владимира. И здесь говорится о том, что у князя Святослава Игоревича был три сына – Ярополк, Олег и Владимир. Имена матерей первых двух неизвестны. Вот давайте сделаем акцент о том, что неизвестны авторам этой статьи имя матери двух первых сыновей. А вот Владимир родила Малуша, которая была рабыней, ключницей матери Святослава Ольги. В повести временных лет сказано, что Малуша была сестра Добрыни, а отец им был Малк Любичанин. Кто такой, неизвестно. Возможно, тот самый древлянин Мал, который убил князя Игоря и которому Ольга мстила. Интересно получается. С одной стороны убийца, с другой стороны она ему мстит, но дочь его находится при дворе. В общем, интересно заворачивается сюжетик. Я сейчас не буду читать полностью всю эту статью. Здесь, кому интересно, почитайте. Идем дальше. В повести временных лет мы видим, что где-то к этим годам, вот 940-й, очень-очень было много пробелов. Сказано, что было множество редакций. Редакция подразумевает не только исправление текста, но и изымание его. Примерно такие же редакции были и с другими писаниями, которые более священными для кого-то считаются. Неоднократно проявились книги. Вот, мало того, неоднократно горели библиотеки. Так что не удивлюсь, что до современности доходят вот такие куцые письмена, и потом по ним что-то строится. И так, идем дальше. Идем дальше. Про историю в созданиях летописи мы поговорили, и теперь, наверное, надо перейти к другому. К тому, кто такой Святослав Игоревич по официальной версии. Итак, князь Новгородский, киевский, полководец, формально Святослав стал правителем в трехлетнем возрасте после гибели в 1945 году отца киевского князя Игоря. Но самостоятельное правление началось, как можно судить, по косинным данным, около 961 года. Родился в марте 942-го. Умер в марте 972-го. То есть в 30 лет на Днепре возле Хортицы. Итак, запоминаем. Официальная версия нам говорит о том, что Святослав появился на свет в 942-м году. Запомнили эту цифру. Идем дальше. Идем дальше. Кто такой Владимир Святославович? Князь Новгородский, князь Книзевский, при котором произошло крещение Руси. Здесь все понятно. Родился в 958-м году. Тоже запоминаем эту цифру. Дальше. Следующий. Олег Святославович. Князь Древлеан. Сын Святослава Игоревича. Возможно, от брака с Угорской княжной пред Славой. Родился в 955-м году. В 95-м году умер в 22 года, в 977-м, при столкновении со Святославом Игоревичем, когда отступали войска и просто по летописи его затоптали, когда он упал в ров в этой сумятице отступления. Ну, запомнили, 955-й год. Он считается вторым сыном. Теперь открываем следующее. Кто такой был Ярополк? Великий князь Киевский, старший сын, то есть первенец Святослава Игоревича и пред Славы. Пал жертвой между Собицей. Родился, внимание, в 955-м году. В Киеве умер в 980-м году 25 лет. А теперь возвращаемся. Значит, 955-й год Киев и Олег тоже в 955-м году. Не очень понятно, то ли это были близнецы, но об этом не указывается, то ли это были двойня, об этом тоже не указывается. Получается, что пред Слава родила в один год двух братьев. Так давайте теперь попробуем определить, во сколько же лет князь Святослав мог зачать этих детей. Если мы возьмем, например, 955-й год и вычтем 942-й, получим 13 лет. То есть мальчик в 13 лет зачал двух сыновей, Святослава и Олега, и их родила пред Слава. А во сколько он Владимира зачал? Итак, князь Владимир родился в 958-м году. То есть на момент рождения Святославу было 16 лет. Очень интересно получается. В 13 лет он произвел на свет двух детей. Непонятно, кто из них первый, кто второй. Почему они в одно лето родились, в один год. Как-то так не очень похоже. Ну, Бог с ним. И почему в 16 лет, причем не от любимой женщины, от Преславы, а от Малуши. И кто такой вообще Малуша? Давайте немножечко сейчас остановимся с переходом к Малуши и поразмыслим, как это все выглядело по конам и по конам русским в те времена. До сих пор у нас сохранилось понятие совершеннолетия. Совершеннолетним чадо становилось уже ребенком или порубком или вестой в 12 лет. Плюс-минус один год. Кто-то говорит в 11, кто-то говорит в 14, ну, в среднем 12 лет. Но это еще не означало о том, что девочка или мальчик мог стать мужчиной или женщиной. То есть родить ребенка, стать матерью или зачать ребенка, стать отцом. Мужчине в те времена позволялось создавать семью, семейный союз, если правильно называть, где-то к 21 лету своей жизни. И если он прошел полный курс обучения, пройдя все стадии. И чадо, и парубок, и отрочество, и возмужание. То есть юношество, отрочество, возмужание. 21 год. 21 год, вот тоже обращаем на это внимание. И что у нас получается? Что где-то только к 19 годам Святослав становится правителем Киевского княжества. До этого, с трех лет, он был неполноправным князем. Правило, княжеством его мать Ольга и присутствующие с ней бояре. И только к 19 годам примерно он становится полноценным князем. То есть написано в летописи по возмужанию своему. А слово возмужание говорит о том, что он стал мужем. То есть достиг возраста, когда можно было зачинать детей и находить семейный союз, создавать. Так вот, получается, что Ярополк, Олег и Владимир никак не вписываются в то, что было в древности. Ну, просто никак не вписываются. Плюс ко всему, странное совпадение Олег и Ярополк. 13-летний мальчик вдруг становится отцом в одно лето. Может быть, мы себе предположим, что-то случилось, и кто-то из дружинников Святослава погиб, и у него остались сироты, и он просто мог их взять. Вот этот вариант я допускаю. Потому что в 13 лет как-то стать отцом, ну, это даже по современным меркам как-то не очень смотрится. А в те времена жизнь была сложнее. Люди были более обстоятельны, более ответственны. У них не было гаджетов и пива, с которыми можно сидеть перед телевизором на мягком диване и тапочек. Тапочки при этом с ноги на ногу перекидывать. Там было все несколько посложнее. Не было теплых уборных, ванн с душем. Там все было попроще. Поэтому ответственность была больше как за свою жизнь, так и за жизнь окружающих. И коны, и поконы соблюдались. Ну, ладно, давайте разбираться дальше. Значит, князь Святослав родился в 942 году по официальной версии. Указание, когда родилась его первая супруга, как-то теряется. Говорится о том, что предслава была приблизительно возраста Святослава. Где-то там, может быть, один-два года разница. Все. Больше про нее ничего не говорится. Про возраст имеется в виду. Хорошо. А вот Малуша или Малка родилась в 910 году по официальной версии. Скончалась в 1020. Итак, давайте посмотрим. В 942 рождается князь Святослав. В 910 родилась Малуша. Разница 32 года. Если мы отталкиваемся от рождения Владимира и вычитаем 9 месяцев, примерно около года сбрасываем, то замуж якобы за Владимира, это, как ее показывает ключница рабыня, вышло около 47 лет. Владимир на тот момент было 16 лет. Я вот так думаю, мальчик 16 лет смотрит на взрослую 50-летнюю тетю и страдает от любви. Воспылал. Амур так пролетел и выстрелил. Как-то вот непонятно. Если мы сбросили лето зачатия, один год, значит, 47, это было примерно Малки, и примерно мальчику 15 лет, потому что Владимир родился в 16 лет, когда уже было Святославу. Вот такая интересная ситуация. Дальше начинается тоже все очень интересно. Здесь указание на то, что якобы, ну, понятно, там Святослав убили на вот этих самых порогах днепровских, там была подстава конкретная, это мы сейчас разбирать не будем. И вот дальше смотрим. В 977-м Ярополк убивает Олега, среднего брата. В 980-м убивает Святополка. Владимир становится князем. Но в 980-м разворачивается интересная ситуация вокруг Рогнеды. Кто такая была Рогнеда? Княжная из знаменитого рода. Здесь, если полазить, почитать, очень много интересного, что можно найти. Кто такая эта Рогнеда? Откуда она взялась? Что она собой представляла? И так далее, и тому подобное. Вот, к примеру, если мы нормандской теории следуем, то там говорится о том, что те самые ученые, которым Ломоносов пытался ломать носы, они доказывали то, что Рогнеда – это не русская девица, это, опять же, из скандинавов. И она, вернее, ее род пришел оттуда, от Скандинавии, и оттуда все, в общем-то, и пошло. Как-то вот так. В общем, напутан там по полной программе. Ну, ладно, вернемся к тому, что же там происходило. Итак, затевается междуусобица между Владимиром и Ярополком, и везде говорится о том, что Владимир и Ярополк являются родными братьями. Но родными братьями как-то они уже не являются, потому что у них матери, как минимум, разные матери. Во-вторых, очень серьезные сомнения о том, что Владимир был все-таки зачат Святославом. есть предположение о том, что это был приемный сын, учитывая разницу в возрасте у Малки и Святослава, учитывая то, что по многим указаниям он к Преославе испытывал очень нежные отношения. Сдается мне, что Владимир был неродной брат Олегу и Ярополку не только по матери, но и по отцу. Итак, смотрим дальше. В 980 году Ярополк женится на Рогнеде. Рогнеде к тому времени около 20 лет. И до этого она ответила очень грубо Владимиру, когда тот сватался к ней, о том, что она не пойдет за раббича. То есть, как это трактует, за сына рабыни. Хотя есть еще другая трактовка о том, что это слово происходит от слова «рабби». «Рабби» по одному из иноземных языков означает учитель, раввин. И, в общем-то, есть предположение, что Малка являлась женой раввина, и Владимир, он был сыном раввина. Поэтому об этом все знали. И не захотела выходить Рогнеда за сына нерусских кровей. Вот есть такое предположение. На что Владимир очень сильно обиделся и решил отомстить Рогнеде. Далее, в том же самом 980 году Ярополк женился на Рогнеде, но с другой стороны есть упоминание о том, что насиловал Владимир Рогнеду в 978 году, на два года раньше. Какое-то здесь нисхождение. То есть сватовство было где-то в 970, кто-то говорит, в пятом, кто-то в шестом годах. Владимир Крогнеде, она его отшила, современным языком говоря. Насиловал он ее в 978, а Ярополк женился на Рогнеде в 980. И в 980 же он был убит. То есть, получается, девица была изнасилована кем-то, и изнасилованную князь, первый князь в Киевской Руси, сидящий на Киевском престоле, берет испорченную девку. Это представить себе невозможно вообще, что такое могло быть. Причем в летописях во многих не указывается на то, что было изнасилование. Говорится о том, что был скандал, был спор, и он взял себя, Владимир Рогнеду, в жены. Но произнасилование упоминается только один раз, и это уже не у Нестора. Так что здесь очень интересно все получается. Плюс ко всему путаница в датах. Например, Святославу приписывают, что он не в 942 году родился, а в 937. Но все равно с Малкой большая разница. И что предслава ему родила детей, получается, если следовать всем вот этим вот нашим летописям, это в 14-16 лет, что тоже не совсем сходится, потому что и Святославу тогда еще не было полных 21, даже 18 не было при первом ребенке. Но про Малку здесь все сходится. В общем-то, где-то 47 лет было тогда Малке. По поводу родных братьев. В официальной версии говорится о том, что не было у Святослава родных братьев, чтобы он был единственный в роду Рюриковича от Ольги и Игоря. Но вот как-то здесь еще встречается схема, когда, где Владислав и Глеб у Леб являются братьями Святослава, так может быть, может быть, вот у Владислава и Глеба был Ярополк и Олег. Может быть, здесь все проще, поскольку они каким-то образом ушли из мира этого, то детей было принято не бросать. А поскольку они высокого рода, то всегда по нашим древним поконам именно братья или родственники брали детей погибших к себе в род. Так, может быть, как раз и объясняется тогда, почему у столь юного Святослава 13-14 летнего возраста появляется Ярополк и Олег, сыновья, причем примерно одинакового возраста. Может быть, здесь как раз-то самая загадка-то и раскрывается. И, может быть, здесь раскрывается то, почему холоден был к ним Ярополк, ой, Святослав к Ярополку и Олегу. Может быть, тут как раз все и скрыто. Итак, вот такая интересная версия получается. Идем дальше. И здесь вот есть статья «Великая княгиня Предслава». И в этой статье рассказывается, что они очень нежно, то есть Предслава и Святослава относились друг к другу, они любили друг друга. Вот она достаточно большая статья, тоже читать ее не буду. Вот рассказывается очень нежная история их любви. Поэтому, если следовать тому, что нам показывают о дикости славян, то, в общем-то, все сходится. Брали себе, кого хотели и когда хотели. В любом месте, хоть в свинарнике, хоть под забором, хоть в царских хоромах. Неважно. Главное, чтобы взять. Возраст тоже не учитывался. Хоть в 10 лет. Как только появляется возможность, так сразу. И, причем, неважно, сверстница тебе, она не сверстница, младше, старше, хоть на 47 лет, хоть на 50, да хоть на 100. Главное, чтобы попалось под руку. Как в анекдоте, где тут у вас пруд? Спросила уточка, молодого петушка, сидящего на заборе. Но не думала, что ответ будет такой. Поэтому... Ну, что еще здесь можно добавить? Если мы рассказываем какие-то истории, исходя из генетических наших особенностей, то тогда вот эти вот сказы, которые до нас доходят из времен Петра и Екатерины, они как-то вот нам на душу не ложатся. И поэтому вокруг аналогичных фильмов возникает столько много споров. Люди, даже не ведущие о своей старине, о своем прошлом, они сопротивляются на уровне подсознания тому, что увидели и то, что услышали. Да, в школе вполне возможно они это все слышали и принимали о том, что да, был такой Святославов, был такой Владимир. Да, резали друг друга, да, жили непонятно как, но потом вот просвещенные пришли люди, принесли грамоту, научили жить нормально, построили великие города, хотя по многим описаниям страна тех мест, где вот происходит событие, описанное в фильме Викинг, она называлась Гордарикой, страна городов. И об этом огромное количество упоминаний, как с севера, так и с юга, так и с запада называли страну Гордарикой. Это говорит о том, что было множество городов, а в Европе были просто поселения, разобщенные между собой. И может быть просто проекция тех поселений была перенесена на Русь, может быть те, кто пришли на Русь, они имели это представление, может быть так и описывали. Но дело не в этом. Дело в том, что, вернусь к началу, если в школьной программе это все нам рассказывали, и мы несмышленно шахлопали ушами или глазами и принимали это все за правду, то когда уже во взрослом состоянии многие из нас увидели этот фильм, то генетика сработала, родовая память раскрылась, кровь возмутилась, кровь скипела, и разум стал говорить, ребята, это не наше. И когда кто-то говорит, что вот такая у нас была история, вполне возможно, у вас она такая была, но у меня и у тех, кто возмутился, а таких большинство возмущенных, это не купленные люди, видно по обзорам и по тому, что под обзорами написано, это люди, простые зрители, которые сходили на этот фильм, они возмущаются. Так вот, они возмущаются, потому что их предков так показали, потому что генетику или родовую связь не порвать, потому что это зов крови, это возмущение крови. Вот почему возмущение, вот почему такое негодование. Так что в заключении, наверное, я еще раз отмечу, я никого не собираюсь ругать, делать каких-то поспешных выводов, кто снял хорошо, кто снял плохо, кто молодец, кто плохой. Я просто-напросто высказал свою точку зрения, что мое представление на уровне чуйки, на уровне моего рода, то, что сейчас генетика называется, на уровне тех источников, которые до меня дошли, на уровне тех рассказов, которые рассказывают хранители, доносят. Оно отличается от того, что было представлено нам иностранцами и введено в культ. Оно отличается от многих религиозных представлений о жизни наших пращеров. И в очередной раз я призываю, друзья мои, если вы живете в России, если вы русский человек, если вы коренной житель, то в этом случае стыд и позор предавать своих предков. Вы пошли от них, вас течет их кровь. Предавая их, вы предаете свою кровь, вы предаете свою генетику, вы опускаете себя ниже табуретки. Задумайтесь об этом. Не важно, какой вы религии, не важно вообще верующий вы не верующий, вы просто должны понять, что природу обмануть нельзя. Если вы плюете на себя, вы будете грязными. Если вы режете свое тело, вы будете в крови. Если вы бьете себя дубинками, вы будете в синяках. Так вот, наши предки, это суть мы, это суть вы. Все наши предки, они достойны уважения. Если, конечно, вы смотрите в зеркало и видите какого-то дебила, ну что же, значит, ваш предок такой. Если вы смотрите в зеркало и видите какого-то урода, ну, значит, ваш предок такой. вы такого родились, но я вижу много красивых лиц, много умных людей, живущих в России и много гениальных людей. И мне сдается, что как-то нам подсовывают очень часто кривое зеркало. На себе я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. Быть добру. Добра.